Всем тропический привет, друзья! Вы находитесь на канале Тропикал, и сегодня в этом видеоролике мы с вами поговорим о такой змее, как уж обыкновенный. Я думаю, многие знают эту змею, и сегодня я постараюсь дополнить ваши знания, а кого-то, может быть, даже познакомить с этой змеей. Ну что ж, давайте не будем медлить и приступим. Погнали! Итак, давайте же для начала достанем змею. Она у меня находится вот в такой вот баночке. Сейчас мы... Опа, вот он, красавчик. Да куда ж ты полетел? Опа-опа, зашипел. Так, вот он. Вообще, я не планировал сегодня снимать видеоролик о этой змее. Точнее, у меня был в планах видеоролик про этого уже, но я не думал, что именно сегодня буду его снимать, и поэтому я был не готов. Но, тем не менее, сегодня мне попался вот такой вот красавчик или красавица, я еще толком даже не знаю, потому что я не смог определить пол. Возможно, это молодой самец, а возможно, молодая самка. Я все-таки больше склоняюсь к тому мнению, что это самец. Итак, уж обыкновенный или же натрикс-натрикс, семейство ужообразных. Змейка, кстати, довольно-таки интересная и прикольная, и сегодня я вам постараюсь поподробнее сказать, но не суть. Обитает эта змейка в умеренных широтах Евразии. Встречается она, как правило, по берегам водоемов. Ну, чаще всего это какие-то болота, возможно, пруды, озера, реки и все в этом духе. Ну, а также иногда можно встретить и где-нибудь в лесу, но там они, наверное, просто прохожие. Я думаю, что они там не живут, а просто, ну, путешествуют от водоема к водоему и при этом пересекают какие-то лесные зоны. В принципе, хоть наш ужик и является змеей и таким же хищником, как и все остальные змеи, но в его рационе есть небольшие отличия. Питается он не мышками и птичками, а лягушками и рыбой. Рыба и лягушки – это его основной рацион, и, в принципе, ему он, как правило, не изменяет, если только вы ему не предложите что-нибудь другое. Допустим, в домашних условиях ему дают тех же самых мышек, но к этому мы вернемся чуть-чуть попозже. Сейчас мы говорим о его рационе. В общем, в природе он, конечно, может где-то перекусить какой-нибудь ящеркой, возможно, возможно, змейкой или мышкой, но его основной рацион всегда был и будет – это лягушки и рыба. И это не изменяется. Ну и, разумеется, друзья, как это повелось в природе. На каждого охотника найдется свой охотник. На нашего ужа тоже есть охотники. Как правило, это разнообразные птицы по типу аистов, коршунов, цапель, возможно, каких-то орлов небольших. Среди млекопитающих это, как правило, лисицы, куницы, там, возможно, даже какие-нибудь крупные хищники по типу волков могут перекусить ужиком. Ну, это в целом все, кто на него охотится. В общем, любителей ужей немало. Итак, друзья, следующий вопрос, который задается при встрече с этим животным – опасен ли он для человека? В принципе, как таковой опасности он не представляет, потому что ядовитых зубов у него попросту нет. Но обычные зубки у него есть. Они вот такой вот формы и очень-очень маленькие. Они нужны для того, чтобы удерживать добычу во рту. Но также у этого змея есть еще один оборонительный секрет. Он находится вот здесь вот, в клоаке. Это просто очень вонючая жидкость, которую в случае опасности он брызгает, и она очень-очень неприятно пахнет. И, в принципе, многие хищники этого боятся, и им неприятно попросту становится. Также при встрече с человеком или при встрече с животным он может попросту притвориться мертвым, открыть рот, пытается какие-то движения сделать, как, в принципе, сегодня это было, когда я его ловил. Но, в целом, это все, что он может сделать, и в целом он вообще не опасен. Итак, ну а теперь вопрос, которым, я думаю, задались мои подписчики, которые смотрят меня уже давно и которые любят мой канал. Можно ли содержать эту змею дома? Конечно же, я вам скажу, что эту змею можно содержать, и, в принципе, это возможно, но довольно-таки сложно. Хоть это и не самая сложная змея в мире, но, тем не менее, она тоже очень-очень сложная, потому что, ну, во-первых, это очень сложный рацион, то есть не везде вы найдете рыбу. Ну, рыбу, может быть, везде, конечно, и найдете, но вам ее нужно найти живой, это самое главное. И лягушек. Лягушек тоже найти довольно-таки трудно, как правило, каких-нибудь озерных лягушек вы не найдете. И я даже знаю то, что многие, кто содержит таких змей, ловят лягушек в природе. Но потом их замораживают, обезопасивают змею от заболевания какими-нибудь там бактериями, не бактериями, а паразитами. Следующая сложность, которая заключается в содержании этой змеи, является то, что ей нужен террариум, в котором очень высокий градиент температур. То есть там должна быть теплая точка прогрева в районе 30 градусов, а также холодная точка, где будет даже, наверное, меньше 20, где-нибудь градусов 18-19 примерно. Это, кстати, очень-очень трудно достичь. Ну и в целом, это самые главные проблемы при содержании змеи. Полное содержание, точнее, полное руководство по содержанию я сейчас не буду здесь говорить. Если захотите, я могу снять об этом видеоролик. Особенностью ужа, или я бы даже сказал не особенностью, а отличительной чертой ужа, является наличие желтых или бежевых или оранжевых пятен над головой. То есть вот здесь вот они у него находятся. Это одно из явных отличий того, что перед вами уж. Но также у него такое довольно-таки отличительное брюшко, в отличие от той же гадюки. Оно такое белое в черную полосочку, или черное в белую полосочку, это не важно. Но есть и такие виды ужей, которые не похожи на ужа. Да, как бы это странно ни звучало. Есть особи меланисты. Они, как правило, распространены в более холодных регионах, но, в принципе, и в обычных они тоже встречаются. То есть это, как правило, такой же уж. В принципе, всем он похож, всем схож. Но единственное, чем он отличается, это отсутствие вот этих вот пятнышек. Как же в таком случае определить ужа? Все очень просто. Здесь, конечно, мы сейчас не будем разговаривать об этом долго. Но я скажу так, что у него есть глазки, в которые, если посмотреть, вы увидите там добряка. Или же, попросту сказать, круглые зрачки. Это отличает его от гадюки. А, кстати, ребят, и еще я бы хотел рассказать один очень интересный миф о этой змее. И который достаточно такой известный. Ну, я не знаю, возможно, где-то известный, где-то неизвестный. Но в моей деревне, где я живу, он очень известен. И мне многие о нем говорили. Миф заключается в том, что мне сказали, что эти змеи сосут молоко из коров и коз. Как бы это ни было странно, но представьте себе, такое говорят люди. И, в принципе, я не особо этому поверил, потому что я знаю, что змеи не могут переваривать молочку. И это вообще звучит как бред. Но, тем не менее, представьте себе, люди, взрослые люди, даже с сообразованием, верят в то, что эта змея пьет молоко из коров. И даже больше скажу, мне человек утверждал, что он лично видел, как вот такая вот змея присосалась к корове. Но это, на самом деле, бред, скорее всего. Это, ну, возможно, змея перепутала просто вымя коровы с мышкой или там с лягушкой с той же. И поэтому впилась в нее. Ну, точнее, в вымя коровы. А так, в принципе, эти змеи не питаются молоком, и они, в принципе, не могут переварить даже молочку. Ну что, друзья, на этом наш видеоролик подходит к концу. Сейчас мы пойдем отпускать вот этого вот красавчика, которому, я думаю, мы уже сильно так поднадоели. И я его довольно-таки долго уже тискаю. В принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если вам понравился данный видеоролик. Пишите свои идеи, какие можно снять. А также, если у вас остались какие-то вопросы по содержанию или, возможно, просто по лжу этому, по лжу обыкновенному, то, конечно, пишите, задавайте вопросы. Я постараюсь на все ответить. Ну что ж, всем удачного дня. Всем пока-пока, друзья. До новых видеороликов.